Здравствуйте, дорогие друзья! Мы отвечаем на вопросы, пришедшие на портал exeget.ru Разве для того, чтобы быть порядочным человеком, обязательно быть верующим? Для того, чтобы быть порядочным человеком, не обязательно быть верующим. Достаточно внешне соблюдать нормы приличия, делать какие-то приятные и полезные дела для других людей, владеть этикетом, уметь скрывать свои плохие дела. При этом можно оставаться горделивым, тщеславным, осуждать других людей. Но это же все в душе происходит, окружающим это не видно, а снаружи я достаточно порядочный человек. Многие из вас, наверное, помнят произведение Гоголя «Ревизор». О чем это произведение? Вот Николай Первый посмотрел его, посмеялся и говорит «Всем досталось, и мне больше всех». Он увидел в этом произведении сатиру на чиновников. Гоголь так расстроился. Он понял, что никто ничего не понял. Ведь город – это образ души человека. Чиновники с их пороками – это наши страсти и пороки. Хлестаков – это наша мнимая совесть, как раз вот которая взывает нас к тому, чтобы быть порядочным и всем нравится. Ну а что, все так делают, и я так делаю. Кто меня осудит за это? А вот когда финальная сцена, приходит настоящий «Ревизор» и все замерли, вот это уже встреча нашей души с Богом. Оказывается, что человеческие нормы и порядки – это не то, что ждет от нас Бог. У Бога другие совершенно требования, которые Он предъявляет к нашей душе. И когда твое время земной жизни заканчивается, ты предстаешь перед Богом и уже ничего не можешь исправить. Поэтому, пока вы не умерли, попробуйте узнать о заповедях и поинтересоваться, что же от нас ждет Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.